Эта презентация сегодня не об SDL Trado Studio, как использовать как продукт. Цель презентации не такова. Скорее, это больше объяснение, что это за платформа, которую вы приобрели, и для чего еще вы можете ее использовать. Итак, сначала вам немного ознакомлю с языковой платформой SDL Trados. Ее также знают как App Store. Кто-то есть, кто не использовал наш App Store? Никогда. Все использовали наш App Store. Вы никогда не использовали. Использовали. Ну, хорошо. Иногда мы на мероприятиях разговариваем, а люди даже об этом не слышали, меня это удивляет. Итак, у App Store более сейчас 300 приложений для того, чтобы расширить функциональность студио. Иногда, что должно быть делать студио, но не делают. А иногда это дополнительные функции, совсем другие. Уже у нас было где-то 350 скачиваний из нашего App Store. 75% из них абсолютно бесплатные. Есть несколько платных приложений, но большинство абсолютно бесплатные. У нас 40 тысяч уникальных пользователей, которые их скачивают из App Store и используют. Так что нам понадобилось несколько лет, чтобы это все внедрить, и люди бы поняли, какие там возможности. Но теперь уже все есть и все работает. Соответственно, это хаб разработчиков. Разработчики могут создавать свои кастомизированные приложения, интеграции. Около 70% приложений разрабатываются третьими сторонами. Некоторые люди, иногда, кстати, фриланс-переводчики, которые хорошо знают программу, разрабатывают что-то, чтобы решить имеющуюся проблему. Иногда это и профессиональные разработчики. Все приложения, прежде чем попадают на наш App Store, проходят проверку безопасности и функциональное тестирование от нас. Мы проверяем каждое приложение, которое приходит в App Store, прежде чем оно публикуется. Поэтому, если вы получаете от кого-то приложение, вы запускаете студию, у вас есть предупреждение. Почему вы получаете предупреждение? Потому что это приложение не подписано. А если оно не подписано, наверное, потому что мы его не проверили. Так что вы устанавливаете его на свой собственный страх и риск. Потому что есть девелоперы, которые создают многие плагины, но они не отдают им нам на подпись, не знаю почему. Но они их бесплатно выкладывают в других местах. Это абсолютно нормально, но в любом случае вы предупреждение получите. Одно из преимуществ таких приложений – это новые релизы, новые функции. Они куда больше, более регулярно обновляются, чем студия. Со студией приходится ждать, пока у нас не будет какого-то общего обновления или нового релиза. Это может быть 6 месяцев, 12 месяцев, даже полтора года зависит. Если вам нужна какая-то новая функция или исправление, это можно сделать вообще на следующий день. Итак, что еще хорошо? Это не только идея из дел. Иногда это в третьей стороны. Мы на самом деле не должны заполнять студию кучей функций. Это могут быть функции, которые актуальны для пользователя. Если они нужны, они их загрузят из App Store. Далее, под колпаком. Студия – это не только продукт, это платформа. И это платформа, которая позволяет каждому разработчику к этой платформе подключиться. Я очень быстро расскажу, не буду слишком долго, но коротко объясню. Итак, на платформе у нас есть то, что называется API. Соответственно, это интерфейс программирования приложения. То есть кто-то может подключиться, использовать функцию, которую создает кто-то еще. И при этом самому ему ничего делать не надо. Но это как простое объяснение. У нас есть API для создания проектов. Допустим, кто-то может создать приложение или интеграцию, создать проект в студию и не использовать, например, для этого саму студию, потому что можно использовать API. Мы можем создавать верификации. Верификационный плагин, например. Использование соответствующее. И вы можете иметь доступ к этому через студию. Очень много различных слоев есть, к которым может подключиться разработчик, чтобы это было возможно, чтобы они могли создать такой вот плагин. И в нашей собственной команде, я не буду слишком долго говорить о техническом, у нас есть команда разработчиков, которые работают на меня в клуже. Они помогают поддерживать разработчиков. А тут кто-то вообще, есть тут разработчики у нас в зале? Нет? Нет? Хорошо. Ну, если бы и были, то, чтобы вы знали, у нас есть команда разработчиков, можем вас поддерживать, если у вас есть вопросы. Мы это все делаем через сообщество, а также и один на один консультации иногда проводим. И также они создают сами приложения, эти разработчики. Тут просто, это только небольшая подборка, но у нас 89 приложений в сообществе SDIL, которые были разработаны именно этой командой, сообществом. Это очень круто, потому что иногда мы берем идеи из сообщества SDIL, люди нам пишут имейлы, говорят, что у них есть какая-то проблема, было бы прекрасно, если бы была новая функция в студии, и мы можем их разрабатывать достаточно быстро. Еще хороший пример. То есть мы можем достаточно быстро такие вещи запускать. Итак, буквально несколько примеров того полезного, что вы можете сделать с этими приложениями, кое-что актуально для тех тем, которые мы уже сегодня обсуждали. Итак, мы думаем о машинном переводе. Очевидно, это очень важная тема. Машинный перевод, на самом деле, показывает там скриншот внутри студии. У меня там 25 провайдеров машинного перевода, подключенных к студию. И это, кстати, не единственное. Очень многие компании создают собственные движки машинного перевода, они никогда не появляются на App Store. Они просто их используют для своей собственной компании. Но это определенная дилемма для нас, потому что есть столько вариантов, из которых выбрать, какой машинный перевод использовать. Это очень сложное решение. И компании проходят, тратят очень много времени и усилий, чтобы понять, какой самый лучший движок. Есть компании, которые используют несколько провайдеров. Очень часто у них есть ведущий лингвист или инженер-лингвист, который берет эти движки, делает предварительный перевод, смотрит на результаты, решает, что из них самое лучшее, а потом уже решает, что выбрать. Конечно, для этого нужно много усилий. И это так происходит с переводчиком-фрилансером. У меня 7 провайдеров, 5 или 6 доступны для фриланс-переводчиков. Такая же дилемма. Какой движок машинного перевода вы будете использовать? Потому что качество дно может быть хорошим для одного целевого материала и не очень для какого-то другого. Все зависит от текста. Чтобы решить эту проблему, мы создали небольшой инструмент. Один из инструментов, который, к сожалению, я не могу демонстрировать вживую. Я протестировал, и мне сказали, что недостаточно хорошее подключение с 5 этими движками машинного перевода. Но идея в том, что вы создаете проект, прежде чем вы начинаете, добавляете провайдеров машинного перевода, но еще пока их не используете, и кликаете на эту маленькую отборочку. Это появляется вот внизу. Это наша команда BychTask. Что это делает? Открывается еще одно окно, выглядит оно вот так. И в этом окне вы получаете возможность в первую очередь посмотреть, какие выдвижки присоединяются к проекту, хотя вы их еще не выбрали. Вы можете выбрать, хотите один или все. Тут у меня есть Google, DeepL, My Memory, BeGlobal. Это, кстати, нейронный машинный перевод от SDIL. Ну и Baseline Language Cloud тоже. Вы берете, выбираете, можете выбрать файлы, а потом решить, сколько сегментов можно включить для небольшого теста. Ну и потом вы можете выбрать случайное количество сегментов из вашего всего проекта на основе того, что вы говорите. Если у вас тысяча фолловера на проекте, для того, чтобы предварительно перевести проект, нужно много времени. Вы указываете, если вы просто укажете несколько сегментов, то это будет недолго. Ну и полученный результат. Вот у вас отчет в Excel, который немедленно получаете. Там сегмент, который использовался, исходный текст. И затем каждый движок с результатом, машинным переводом на русский. И затем вы можете решить по результатам этого отчета, какой движок лучше всего подойдет для вашего текста. То есть это как пример, конечно, не знаю, видно ли что-то с экрана, но в колонке B, в исходный текст, какой из них самый лучший русский перевод, если вам видно отсюда, конечно. Видно? Я надеюсь, что тут есть люди, которые говорят на русском. Я думаю, третье. Самое естественное и легче всего это редактировать. Третье. То есть то, что посередине находится, да? Да, и следующее тоже. А что? Да. Так, хорошо, посмотрим. Да, это был DPL на самом деле. Интересно, очень интересно. Да, а вот это был Google. Так что, если смотреть слева, у нас BaseLane. Это статистический машинный перевод от Studio, который не будет очень хорошим. Мы, в принципе, этого ожидали. Следующий это Big Global. Это их тоже общий движок, который не натренирован на определенном материале, но это тоже нейронный машинный перевод. Остальные мы знаем DPL, Google и MyMemory. Интересно было, да? Выбрали DPL и даже не знали, что это именно он. Ну что, я думаю, что это очки в его пользу. Даже на русский язык, это интересно. Люди обычно говорят, что DPL отлично для европейских языков работает. Но мы видим, что и для русского неплохо выходит. Да, это правильно. После того, как отчет сделают, это выборка из проекта на основе тех критериев, которые я в плагине выставил. И идет предварительный перевод только этих предложений каждым движком. На предыдущем слайде вы сказали, если я не ошибаюсь. Вы выбрали 9 сегментов, да? Ну я не буду обращать на это внимание, потому что это я просто так. То есть переводить только 10 сегментов означает только 10 сегментов, да, а не предложений? Да, правильно. Но у меня тоже переводить только те сегменты, которые 25 символов или длиннее, потому что зачем мне короткие? Вы можете по-разному отрегулировать эти настройки. И этот слайд не обязательно репрезентативен, конечно. Ну, такое. Хорошо, это был достаточно интересный эксперимент. И не уходя от темы машинного перевода, есть еще одна интересная дилемма. Сколько раз вы работали на клиента, использовали машинный перевод, и они хотели получить назад файл SDLXLIV? А вы не хотели отдавать этот файл, потому что там... Я не хочу, чтобы они знали, что я использовал машинный перевод в процессе. Это тоже тема, которая достаточно часто поднимается. Иногда работаешь с клиентом, который не против, чтобы вы использовали машинный перевод, а иногда работаешь на клиента, который, возможно, и не знает, что вы использовали машинный перевод. Он не то, чтобы против, но вы не особо хотите этим с ним делиться. И это дает вам возможность, этот плагин, для того, чтобы убрать вот этот статус AT посередине колонок. Небольшой такой плагин, называется SDLXLIV Anonymizer. Что этот плагин делает? Тут небольшая кнопка появляется, видите, сверху. Тут небольшая анонимная маска. И если вы на нее кликаете, то появляется диалоговое окно. Вы можете определить, какой сегмент вы хотите применить, и что вы хотите изменить. Соответственно, на предыдущем экране у нас вот этот статус AT посередине. И как только вы этот плагин запустите, что он делает? Он полностью заменяет эти рынки. То есть теперь все сегменты в статусе черновик, а не то, что они были предварительно переведены машинным переводом. То есть это бесплатный плагин, есть в App Store, очень полезная штука. Это мы говорили о машинном переводе. Но на самом деле, если у вас есть какие-то вопросы по ходу дела, пожалуйста, перебивайте, не стесняйтесь. Да. Да, это бесплатно. Абсолютно бесплатно. Как добавлять этот плагин в систему? Я вам это покажу прямо сейчас. Итак, вы заходите на App Store sdl.com А теперь вам не видно. Это проблема интернет-подключения. Тут немножко медленное оно все-таки. Ну а здесь вот вы можете вести поиск приложений. Я могу просто вести ананимайзер и думаю, что поиск его нам выдаст. Неправильно написал. Я думаю, что это может быть в бесплатных приложениях с топ-рейтингом. Как минимум неделю назад так было. Да, там поискать. Да, возможно, так будет легче его найти. Хорошо, попробуем. Найдет ли оттуда. Воспользуюсь вашим советом. На самом деле у нас такие смешанные чувства по поводу работы онлайн. Каждый раз, когда это приходится делать в тех местах, где не любишь работать, всегда подключение очень медленное. А так быстрее? У вас есть тут небольшая ссылка. Прямо с основного экрана. И так будет чуть быстрее. Мне придется сейчас прийти на другой экран, подождите немного. Я не думаю, что будет быстрее, потому что все равно это идет через интернет. Но, тем не менее, хотя бы сэкономит несколько секунд. Итак, вот вы нашли это приложение. Когда вы его находите, то скачиваете. И, соответственно, вы скачаете этот файл с плагином. Вот так. Учебные скачив合ушки. Хорошо. Подписывайтесь. Конечно, вы скачете. t2. Зоны. Учебные скачиваемости. Аплодисменты. PE���ти. Выглядит немножко вот так. Это то, что вы скачиваете, когда вы наконец находите AppStory файл, он будет выглядеть вот так. В этом случае называется Exilexive Anonymizer, Exilexive Plugin. Я сейчас закрою студию. Студия должна быть закрыта, когда вы это делаете. Неужели я не могу с вами сейчас поделиться экраном? К сожалению, докладчик не говорит микрофон. Если я закрываю студию и вы дважды щелкните плагин, когда вы устанавливаете студию, там уже включен плагин установщик. Соответственно, просто дважды кликаете на этот Exilexplugin и вот появляется у вас мастер установки. Далее вы нажимаете следующее, соглашаетесь с условиями. Далее выбрать версию студии, в которой вы хотите установить. Допустим, если у вас несколько версий студии установлено, то выбираете ту, куда вы хотите это установить. Выглядит вот так. 2015-2017. Почему не серым? Потому что этот плагин, он только для студии 2019. Он не будет работать на более старых версиях. Вы должны убедиться, что у вас правильная версия для плагина, для той версии студии, которую вы используете. Далее вы нажимаете. Далее. У меня уже есть сообщение, что я уже это установил, потому что это уже установил. Да. А есть ли вообще смысл иметь разные версии одновременно с Dell Studio? Если вы все время тестируете, а я этим занимаюсь, то, конечно, да. Если вы их не тестируете, то зачем вам несколько версий? Единственный раз, когда это важно, это, допустим, вы хотите обновить и у вас еще какие-то проекты не закончены. Я рекомендую заканчивать проекты один за одним в существующей версии. Не пытайтесь обновлять их вместе с открытыми проектами. Закончите проекты и потом уже начинайте новые в новой версии. Я думаю, что это разумный выбор. Да, спасибо. Но иногда есть, на самом деле, еще одна штука. Если у вас есть клиент, который использует определенные решения, вы можете обнаружить, что, допустим, последняя версия студии не подключается к каким-то старым решением. Вам может понадобиться студия более старой вести, чтобы подключиться к серверу клиента. Это возможно. На самом деле, такое редко сейчас случается, но все равно бывает. И затем нажимаете ОК и все. Теперь плагин установлен. И потом, когда вы снова запускаете студию, то будут загружены все плагины, включая тот, который вы только что установили. То есть, в этом случае, вот то сообщение с предупреждением об неподписанном плагине. Вот так выглядит это сообщение. У меня много есть плагинов, которые сейчас тестирую. Они еще не подписаны, потому что мы их не подписали. И получаю вот такие предупреждения. Я могу просто прокликать. Это не ломает саму студию, конечно, но предупреждение будет. И некоторые из них достаточно большие, поэтому иногда студия загружается медленнее. Но вот установка проходит именно таким образом. Хорошо. Итак, я вернусь к этому еще, когда все закончит загружаться. Итак, есть еще кое-какие мелочи, о которых хочу поговорить, которые облегчают жизнь. Мы разработали недавно приложение, которое называется View2Theme. Очень часто люди говорят, почему так возможно, что я получаю перевод электронного письма, и в нем есть одно письмо, как мне это загнать в память переводов. То есть в момент, когда вы создаете файл проект в студию, переводите его и отправляете его в память, всего лишь вы хотите перевести письмо. И вот что вы делаете. Появляется вот такое письмо, такое окно, которое позволяет вам скопировать источник влево, в левую нижнюю часть, и перевод у вас справа. И вот у вас сразу же переходит эта фраза в ТМ без создания проекта, без фактического перевода файла. То есть вы просто добавляете вот это предложение сразу в память перевода. Хорошо, да? Потому что по-другому вы не сможете добавить сегмент переводов, память перевода. Спрашивают, нас спрашивают, сколько у нас ушло на изготовление этого плагина. Ну, вот где-то полдня. Еще один момент – это информация о структуре документа. Знаете ли вы, что такое, что за колонка в студию, которая говорит о структуре документа? Вот есть, да, я сейчас открою студию, и вот я открываю существующий уже проект откуда-то. Вот если я… Да, например, если я возьму вот этот. И если я открываю файл… Да, сложновато. Так, вот этот вот мы отправим на другой экран. Если мы открываем студию, то справа у вас появляется вот эта колонка. Она называется информация о структуре документа. И если вы хотите знать, что в ней, вы должны на ней щелкнуть. И вот это говорит вам, что этот сегмент – это заголовок, то есть заголовок в документе. И если вы перейдете сюда, вот здесь этот сегмент – это абзац текста. И есть файлы, с которыми вы работаете. Вот эта вот структура может содержать очень важную информацию. Например, у вас файлы данных, и очень часто информация попадает в файлы данных. И вот в нем может быть 5-6 пунктов, и они важны для перевода, потому что они добавляют вам дополнительный контекст. Например, будет файл в пассел, например, строки для перевода в пассел помещаются в эту колонку. И если вы переводите файл из пассела, и каждый раз, когда вы хотите увидеть номер строки, вы обращаетесь вот к этой колонке. И вот у нас появляется DSI Viewer. Это плагин, который вы можете поместить куда угодно, например, сюда. И что же он делает? Да, или должен делать. То есть что же он должен делать? Сейчас мы запустим снова. Да, и он должен дать мне контекст. И по каждому контексту, через который я прохожу, здесь не очень все это актуально, потому что все это одинаковые заголовки и абзацы. То есть он все-таки выводит информацию о структуре документов, с которыми вы работаете. То есть если это файл пассела, и он содержит строки, информацию о строках, то вы получаете информацию об этих строках автоматически. И, например, вы можете узнавать, что это кнопка, это пункт меню и так далее. То есть это очень полезное такое добавление к студию. Но, опять же, не более часа уходит на его разработку. Это очень хороший пример того, что вот такие мелочи, которые могут случиться благодаря использованию документа, то именно они добавляют пользу. Потому что очень полезно, на самом деле, видеть структуру документов, с которыми вы работаете. Еще один документ, еще один инструмент. А вот мы видим, что здесь наверху информация о строках. И везде мы видим всю информацию, которая нам нужна, и она выводится в реальном времени. Вот это самое важное приложение. Есть приложения, которые вы используете каждый день, если вы используете App Store. Вот, например, Community Advice Display Filter. Это великолепный плагин в студию. У нас бывает так называемый продвинутый фильтр вывода на экран. И мы видим вот этот код, и мы добавили к этому окну, к этому меню дополнительные пункты. Если вы хотите ждать, пока это будет разработано, вам серьезные разработчики не будут, вы можете не дождаться, когда серьезные разработчики создадут этот инструмент. Кроме того, вам придется, может быть, дожидаться следующего релиза, чтобы его получать. Поэтому мы отправили этот запрос в сообщество наших пользователей. И один из сложных моментов, когда вы используете регулярные выражения, достаточно, может быть, легко находить то, что вам нужно, но очень сложно находить то, что вам не нужно. Поэтому мы создали кнопку обратного фильтра, чтобы вы могли сначала найти то, что вам нужно, а потом найти то, что вам не нужно. Затем мы добавили то, что называется Generate LXF. Вы можете экспортировать файл в зависимости от того, что вы отфильтровали, и чтобы другой человек мог отфильтровать. В студию нет такой характеристики. Мы можем отфильтровать по цветам, можем находить текст, выделенный различными цветами. И вот здесь вот на верхнем слое мы видим, что у нас отфильтровано по цветам, а дальше у нас есть сегменты, разные группы сегментов. Мы можем фильтровать по информации в структуре документов или по комментариям. Но это не все. Если вы много фильтруете, то очень полезно загружать и загрузить, и использовать вот такой вот фильтр вывода на экран. Еще один приятный плагин, я очень его люблю, это Redgex Auto Suggest Provider. Почему же он такой приятный, почему он такой хороший? Я покажу вам пример через момент. Он позволяет вам создавать закономерности, чтобы искать конкретный текст и затем автоматически конвертировать его во что-то другое. И это очень важно, потому что студия очень плохо обрабатывает сегменты и очень плохо обрабатывает единицы. Я надеюсь, что очень будут хорошие обновления в следующем релизе, потому что здесь действительно многое переделано, и студия сможет работать с единицами хорошо. Ну, и очень много индивидуализации здесь. Да, в следующем релизе вы сможете это использовать, но пока для того, чтобы создавать закономерности, конвертировать для вас единицы, вам можно использовать этот плагин. Я покажу вам, что он делает, потому что он действительно очень умный. И да, здесь у меня не получается. Сейчас я опять переключу экраны. Если я закрою файл и открою вот этот небольшой проект, который я создал раньше, вот этот проект, это перевод с английского на русский. И я создал текст для английского перевода. Вот это я просто здесь напоминает мне этот текст, что мне нужно напечатать. Но если вы посмотрите, то у меня есть подсоединенная память переводов, и студия распознала номер. И я могу автоматически вставить сюда номер и число. И вот это число тоже распознано. Но дату и вот этот элемент информации, который здесь в конце, она не распознана. Я, наверное, неправильно написал здесь это на украинском, но студию не распознают даты. И даты она не может автоматически сконвертировать. И все, что вы получаете здесь, это только цифры. Если вы используете Redgex, то вы можете создать правило, по которому студия будет для вас это делать. Итак, Redgex провайдер. Мы устанавливаем его. Он здесь наверху устанавливаем. И вы можете щелкнуть на нем и подсоединить его, и он появляется вот здесь внизу. У него две части. Имеет смысл узнать о нем получше. Есть здесь кто-то, кто не знает, как использовать регулярные выражения, даже на базовом уровне? Да, есть такие люди. Я бы рекомендовал, чтобы вы немного узнали о регулярных выражениях, в частности, потому что это очень важная вещь. Это вам может сэкономить очень много времени. Например, это цифры, это номера сегментов. Их можно фильтровывать, и можно переводить очень большие куски текста. То есть, чтобы создавать регулярные выражения, здесь у меня три из них. Вот это название, я их описал. Регулярные выражения находятся на самом деле здесь. Вот этот плагин не просто добавляет вам, дает вам регулярные выражения. Здесь вот есть такая решетка. Что же она делает? Она переводит нас к переменной, которую я создал здесь, и эта переменная содержит гораздо больше информации. Например, как переводить все дни, как переводить все месяцы. Да, спасибо большое. Как переводить дни, месяцы. Это вот здесь внизу. Затем месяцы в середине. Потому что, когда я играл с датами, по-украински даты меняются не так, в зависимости от контекста, как обычно. Я немножко запутался, мне пришлось создать две разных колонки. Потому что, когда месяц у нас в середине предложения, у вас даты пишутся по-другому. Да, вот это я пытался переводить так вот на украинский, и немножко я не все сразу понял. Итак, вот я начинаю печатать. Когда я начинаю печатать август, и мы немедленно видим, что мы можем ввести сюда 29 августа 1991 года. Вот этот плагин распознал это небольшое регулярное выражение. У MemoQ есть очень хорошее выражение, очень хорошая характеристика. И вот в студию теперь мы можем так же делать. Вот, например, февраль. Я могу делать даже более сложные вещи. Например, вот я захожу сюда. И здесь у нас, это должно быть понедельник, 22 ноября. И вот у меня автоматически переводится вся эта фраза, потому что здесь распознан контекст источника, использовано регулярное выражение для того, чтобы вам это все перевести. Это очень мощный плагин. Но немножко нужно узнать о том, что такое регулярное выражение. Это не так сложно, если это такие достаточно базовые вещи. И как только вы эти базовые вещи поймете, можно узнать еще больше, можно научиться новому. И если вы хотите узнать, как использовать регулярное выражение, пожалуйста, пока я здесь до субботы, обязательно вам расскажу, обязательно вам дам вводную информацию, проведу вас через базовые моменты, чтобы вы точно знали, как работать. И оттуда я покажу, как использовать их шире. То есть это очень хорошая характеристика. Я рекомендую этот плагин всем. Затем у нас плагины для специалистов. Это немножко больше, чем микроприложения. Для специалистов у нас практически отдельные приложения, совершенно новые. Например, если подумать о субтитрах. Мы создали приложение, которое помогает поддерживать растущую индустрию аудио-видеоперевода. Вот, например, Слейтер написал такое. По оценкам, рост аудио-визуальной отрасли составит 2,3 миллиарда. Это огромный рынок. И я позавчера разговаривала, давала лекцию про аудиодескрипцию. Это перевод для слепых, слабовидящих людей. И интересно, что если вы переводите весь этот текст на другой язык, то формат тот же самый, что и в субтитрах. То есть редактор сможет взять эту информацию, которую мы создали, как файл аудиодескрипции, используя аудиодескрипцию для контекста, и надлежащим образом переведет это, используя среду перевода. Итак, и вот обычный процесс создания субтитров – это создание тайм-кодов и скриптов. И затем вы переводите, это перевод, редактура, профидидинг, вычетка, затем симуляция, и затем вы адаптируете, чтобы, может быть, изменить тайм-коды, временные коды, может быть, проверить, какие у вас есть ошибки. Как правило, CAT-Tool помогает вам только переводить, редактировать и вычитывать, иначе вам приходится использовать специальные файлы, вам приходится использовать специальные программы для того, чтобы переводить в правонужный формат. Некоторые инструменты, такие как MemoQ, Studio, Star Transit, могут работать с файлами SRT, чтобы можно было открыть файл SRT и можно было с ним работать, но они не учитывают временные коды. Некоторые инструменты, такие как MemoQ, поддерживают эту характеристику. Я думаю, что какое-то время у них уже работает эта характеристика, ну, на достаточно рудиментарном уровне. MemoQ может немножко проверять субтитры с точки зрения качества, но это очень на начальном уровне, очень базовые характеристики. Studio Subtitling, субтитровка Studio, мы перевели это на другой уровень. Это в следующей версии. Вы сможете не только переводить, редактировать, вычитывать, вы можете выполнять проверку качества, вы можете вычитывать на предмет ошибок, вы можете менять временные коды, вы можете работать с миллисекундами кадров. Это можно будет контролировать с помощью специальных клавиш, с помощью сочетаний клавиш. И мы добавляем вот это все прямо в студию, потому что одна из жалоб от переводчиков в том, что вот я перевожу субтитры, я могу использовать Subtitle, но это не CAT-Tool, то есть я не могу создавать память переводов, и мне приходится переключаться все время между двумя инструментами. И вот теперь мы можем работать не только с СРТ, но и с другими форматами. И мы, например, поддерживаем вот такие форматы, WebTT, SLS, SPRUS, SBV, это формат YouTube, и SSSSA, это наиболее распространенный сегодня формат. И что касается методики проверки качества, то у нас есть профессор в Стокгольмском университете, который разработал методику проверки качества, выверки качества субтитров. И раньше считалось, что это невозможно сделать в CAT-Tool, потому что невозможно надлежащим образом работать с временными кодами. Но теперь мы добавили эту характеристику, и даже вот этот профессор в Стокгольмском университете был впечатлен, потому что он действительно понял, что этот инструмент может работать с тем, что нужно. Вот у нас есть то, что мы можем сделать. Любой формат видео можно проигрывать на компьютере. Вы получаете информацию о частоте кадров, разрешении. И это очень важно, когда вы работаете с кадрами, а не с миллисекундами, потому что можно конвертировать также и формат тайм-кодов. И очень важно это, потому что, когда вы переводите видео, иногда вы получаете инструкции, например, от Netflix в руководстве по стилю, которое вам говорит, как использовать субтитры, как писать субтитры. То есть инструмент помогает вам сделать, и мы будем добавлять характеристики, которые позволят вам менять это автоматически. Можно менять цвет шрифта, можно менять шрифт, можно использовать разные характеристики для линии на сегмент, тайм-коды. Можно проверять, можно проверять все в соответствии с вашим руководством по стилю. Кроме того, мы включили пару примеров, как работать с разными типами субтитров. Например, видите, справа SRT и SRT, и мы можем считывать временные коды, мы понимаем, что они делают, и мы можем редактировать прямо в студию временные коды, чтобы изменить их, если они неправильные. Мы включили поддержку форматирования, то есть если тип файла поддерживает форматирование, то мы можем это сделать. Например, в SRT, в файлах SRT очень много тегов, и это не потому, что они там должны быть, а просто потому, что SRT – единственный тип файла, который мог раньше открывать студию. И SRT сам может поддерживать очень мало, что он может поддерживать, только цвет шрифта и подчеркивание, собственно, все. И мы добавили поддержку разных других типов файлов, и он может поддерживать, например, позиционирование типов файла, то есть чтобы мы могли менять положение субтитров на экране, справа, слева, сверху, внизу. И субтитры будут показываться именно в том положении, чтобы они могли считываться файлом WebVTT. Немножко вот так это выглядит. То есть у меня есть среда студио, и затем у меня есть два дополнительных окна, и одно из них вот здесь. Здесь вы видите превью, предварительный просмотр, и я могу поднять это окно, и вы можете переместить его на другой экран, вы можете оставить его здесь, вы можете его увеличить, можете переместить куда хотите. Вы видите, что любое форматирование он показывает, если у файла есть теги форматирования, он вам все это покажет, и во время перевода он все это меняется в превью, в реальном времени, когда вы работаете. Это действительно очень полезно, очень интеллектуально. Можно перемещать колонки, можно убирать колонки, если вам они не нужны, но это показывается в реальном времени. Все, что вам нужно для проверки качества, если вы выходите за пределы строки, то это показывается здесь, то есть здесь будут визуальные индикаторы во время работы. И мы только что закончили работать на сочетаниях клавиш, и у нас есть сообщество Американской Ассоциации Переводчиков, и в нем есть люди, которые сказали нам, что здесь должно быть еще до того, как они начали его использовать. То есть они помогли нам все, что нужно сюда добавить, то есть чтобы мы могли использовать студию вместо Subtitleaded, и мы знаем, что мы делаем все правильно. Очень хорошая история, очень хороший анекдот от представителей этого сообщества. Звучит так. Шорткаты — это разница между тем, чтобы зарабатывать на жизнь, и зарабатывать на хлеб с маслом. То есть чтобы мы не должны были использовать мышь. И вы нажимаете комбинацию клавиш, и вы можете перемещаться между кадрами, между миллисекундами, и все это только с помощью сочетания клавиш. И чтобы вы могли понимать контекст видео, над которым вы работаете. Вот хороший, это хороший пример полноценного приложения, а не просто плагина, который можно использовать в студию. Затем, чтобы облегчить нам жизнь, мы используем, мы разработали, например, вот этот человек, который позволяет вам использовать студию Daily Dilbert, и вы можете вводить сюда разные комиксы каждый день. Если вы хотите, чтобы немножко повеселиться, вот вы можете такой плагин использовать, и он вам поможет показывать комиксы. Все эти плагины бесплатны, за них вы не платите, и все это можно загружать в студию. Но это далеко не все, и я готов отвечать на вопросы. Но я вернусь на секунду к студию. Да, студию. Да, у нас есть еще много всего. Например, выставление счетов. Если многие из вас задумываются о том, как выставлять счеты, счета, то есть есть возможность использования вот этого плагина. Он позволяет вам создавать счета и договариваться о ценах. В MemeQ, например, можно использовать с помощью этого плагина, можно создать счет из этого плагина, мы поддерживаем это. Есть возможность электронных счетов. Например, если вы работаете в Италии, то мы поддерживаем электронное выставление счетов, и у нас есть все, что нужно для того, чтобы это было полностью функциональное приложение, и чтобы вы могли выставлять ценовые предложения и счета. Вот у нас есть такие проекты, например, вот такие счета и ценовые предложения, графики, чтобы проверить, сколько вы перевели, сколько вы перевели для конкретного клиента, сколько у вас неоплаченных, оплаченных счетов. И мы пытаемся сделать то, что раньше было разработано, да, вот это было разработано Евгением Кощинским, это белорусский разработчик, а сейчас он работает на СДЛ, и он продал нам свой продукт. Мы пытаемся вернуть его продукт, немножечко упростить его. Он очень сложный, у него очень много характеристик, и мы пытаемся извлекать из него все полезности для переводчика-фрилансера и поместить их в плагин, чтобы у фрилансеров был простой инструмент, чтобы можно... То есть, если вы понимаете, что в нем чего-то нет, напишите мне, и я внесу туда эту характеристику, которой вам не хватает, чтобы инструмент был как можно более полезным. Но этот инструмент можно развивать дальше, можно сделать его инструментом для компаний, но сейчас он идеален для фрилансеров. И если кто-то с Евгением раньше работал, имейте в виду, что он быстрее, чем все другие разработчики, разрабатывают приложения. И утром ему звонишь, а в обед он уже тебе выкатывает приложения. Да, то есть он огромный молодец, и есть еще много другого. Да, и я готов ответить на вопросы. Да, если бы вы уже об этом говорили, прошу прощения, но какие языки программирования можно использовать для того, чтобы разрабатывать приложения для вашей платформы, и какие языки могут использовать другие люди? Да, кто угодно может разработать плагин, даже нам об этом рассказывать не обязательно. Единственный критерий – вы должны знать, как разрабатывать приложения. И .NET, C-Shop – это предпочтительные языки, потому что в студии эти языки уже используются. Есть ли планы расширяться на Python? Потому что он очень хорош для анализа языков и для обработки языков. Я знаю людей, которые разрабатывают приложения на Python, и которые присоединили их к студию, но все равно нужно использовать C-Shop, чтобы их привязать к студию. То есть нужно все равно знать C-Shop. И все, что мы делаем сейчас, мы работаем, учитывая все наши API, которые мы сейчас работаем, сложно будет обеспечить поддержку Python. Но если вы знаете, как привязать, то пределов нет, лимитов нет. Вы не первый человек, кто задал этот вопрос. Это хороший вопрос, да, все легко. И иногда, я думаю, если вы начнете на одном языке, и потом вы переходите на другой, все концепции выглядят одинаково. То есть можно разрабатывать, можно делать стеки. Может быть, я поговорю с разработчиками, мы подумаем, что можно с этим сделать. Вы говорили, что есть подписанные или неподписанные приложения. Значит ли это, что неподписанные приложения могут привести к падению студио, и ничего не сделаешь? Если кто-то нам отдает приложение для публикации на App Store, мы ничего, кстати, из-за этого ничего не берем. Если разработчик говорит, что хочет поместить на App Store, мы ничего не берем, за описание ничего не берем. Мы работаем, мы делаем это обычно за день, мы проверяем, мы проверяем обязательно, прежде чем поместить на App Store. Мы хотим, чтобы плагин работал, мы хотим быть уверенными, что он ничего не сломает в студию. И если он что-то ломает, мы говорим, мы нашли вот эту проблему разработчику, и разработчик чинит ее, и ликвидирует ее, и возвращает все к нам. Если приложение не подписанное, тогда мы не можем гарантировать, что ничего не будет сломано. У нас есть разработчик, которого мы знаем под именем Келли. Он публикует в сообществе SDL, и под разными именами каждый день, каждую неделю. И он действительно прямо бесит, он под кожу лезет. И у нас есть батл, у нас есть сайт Deep Translation Blog, что-то такого у него, вот это, и там примерно сотня плагинов на его странице, ни один из них нами не подписан, и он не дает ни один из них мне на подписание. Он даже... Ему не нравится, что я проверяю эти плагины, для него это слишком долго. Он все делает сам. И я против любого... И напротив каждого плагина он пишет «Факт, я сделал». И вот на своем блоге вот он так пишет, вот у нас с этим человеком реальная борьба, реальная битва. И если этот человек хочет какую-то ставить... Например, если вы хотите вставить пробел после буквы «А», то у него есть плагины на это, у него есть плагины на все случаи жизни. Он переводчик, который знает, который также разработчик, он умеет разрабатывать. И он сначала использовал Visual Basic, когда он начал. И он... Мы ему сначала помогали, и он стал замечательным разработчиком. Ну вот он строит такие вещи, которые не всегда нужны иногда для себя, и иногда он меня раздражает. Да, но все-таки так возможно, такое бывает, такое возможно, да. Есть еще вопросы? Да, тогда спасибо. И если у кого-то есть вопросы, или если вы хотите что-то узнать о продуктах, о чем-то, о чем мы не говорили сегодня, я здесь до конца субботы, до утра, в воскресенье. Обязательно найдите меня, спрашивайте. Если я занят, мы остановимся и поговорим с вами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok